приветствую вас друзья на канале Даниила и Ларисы очень часто в комментариях вы просили приготовить украинский борщ и вот мы ступили на эту скользкую стезю почему скользкую да потому что рецепта украинского борща наверно столько же сколько хозяек которые его умеют вкусно готовить правда вот такое блюдо я считаю что украинский борщ он не имеет какого-то определенного рецепта поэтому мы приготовим борщ от Ларисы которая готовит уже очень давно готовит всегда мы его готовим вообще у нас борщ но нельзя сказать что борщ это праздничное блюдо но во своем случае для меня когда Лариса готовит настоящий украинский борщ это праздник немножко расскажу о ингредиентах естественно мы будем готовить борщ с пампушками но как же борщ без пампушек пампушки это будет дрожжевое тесто булочки тут есть мука молоко дрожжи и яичко яичко сырое ларис да а где ты взяла сырое яичко шутки шутками пампушкам мы подойдем чуть позже но поверьте больше с пампушками значительно лучше чем больше без пампушек ну вот на самом деле пампушки очень классно оттеняют вернее делают акцент на вкусе украинского борща далее картофанчик стаканчик как его фасольки мы замочили заранее где-то на 12 часов в воде она разбухла и теперь похоже не на стаканчик а на два стаканчика из вообще все ингредиенты вы найдете в описании исходя на порцию борща лариса вы знаете всегда пишет очень точные рецепты очень точное описание но еще расскажу из овощей пол капусты буряк луковица и две морковки далее укроп чеснок понятно укроп же свежий у нас да это соленый укроп и это у нас для пампушек для пампушек я понимаю но можно использовать же свежий без проблем без проблем да у меня просто свежего нету я взяла соленый из холодильничка не вырос еще укроп далее томатная паста но обычная томатная паста она бывает сотни видов то есть она без вкусов без ничего просто томатная паста и для вкуса мы используем домашнюю аджичку если у вас нет домашней аджички то можно использовать помидор перец чили в общем в описании вы найдете чем заменить аджичку теперь по мяску обязательно ребрышки без ребрышек больше никак и мы используем постную свинину мясо может быть совершенно любое то есть не обязательно постное просто я люблю в супах именно такие хорошие постные куски мяса без всяких проживок можно использовать более жирное мясо больше естественно будет более наваристый но ребрышки нам и так дадут хорошую наваристость хороший такой вкусный бульон поэтому ну вот нам нравится из постной свинины а если вам нравится из ошейка пожалуйста нарежьте ошейк вот такими вот кусочками будет просто более такой более плотный бульон более наваристый более вкусный наверное даже итак друзья начнем начнем так сказать готовить а то я заболтался в первую очередь нам естественно надо приготовить основу для борща это бульон отправляем все мясо в кастрюлю ставим на большой огонь и ждем пока закипит причем друзья не пропустите момент закипания в тот момент когда бульон начнет закипать начнет образовываться такая достаточно плотная пенка всплывать эту пенку надо обязательно тщательно снять но он покажем как если этот момент пропустить то бульон будет непрозрачный будет мутные на вкусовые качества это особо не повлияет но на внешний вид вид борща не лучше на мой взгляд влияние окажет и так отправляем его на плиту под бульончик начал закипать начала появляться пенка но еще его называют шум эту пенку надо тщательно и аккурате аккуратно собрать причем она будет некоторое время появляться смотрите сейчас собираем первую порцию после этого бросим буквально щепотку соли в бульон то есть мы его еще не солим а просто вот щепоточку соли это улучшит отделение пенки собирать ее надо 3-4 раза ну практически пока она перестанет выделяться чтобы у нас получился бульончик совершенно прозрачный да кстати немаловажный момент бульон варим 40 минут на медленном огне нам не надо чтобы он сильно были бурлил и выкипал а вот так вот чтобы он чуть-чуть кипел спокойненько на на медленном огне его варим пока готовится бульон займемся нашими помпушками подогрели молоко до температуры 37 38 градусов его надо подогреть немножко то есть не комнатной температуры чтобы она была тепленькая добавляем молоко полторы ложки сахара такие полные прям с горкой до первая с горкой ну вот так вот лариса считает что это полторы ложки я бы сказал бы что это две ложки хорошенько размешиваем высыпаем на поверхность дрожжи дадим дрожжам впитать влагу немножко то есть после как мы рассыпем их на поверхности оставим их в покое минутки на 2 на 3 после этого все тщательно перемешаем и поставим на 15 минут в теплое место чтобы дрожжи могли стартовать чтобы они запустились активизировались после этого уже будем готовить само тесто вот так вот то есть рассыпали по поверхности подождали две-три минуты чтобы дрожжи хорошенько намокли потому что если их начать сразу размешивать они могут взяться комками и соответственно ну плохо плохо взаимодействовать с сахаром плохо как сказать плохо активироваться вот правильно вот так вот будет после этого хорошенько перемешиваем и в 15 минут на 15 минут в тепло опара подошла дрожжи активировались теперь приступим к приготовлению теста в отдельной посудине взобьем яйцо с солью его просто размешать или его именно взбить надо выливаем яичко в опару и начинаем просеивать заранее отмеренное количество муки после этого хорошенько вымешиваем тесто вначале размешиваем его ложечкой пока она будет мешаться после того как тесто перемешали добавляем 3 руб 3 ложки растительного масла в данном случае мы используем оливковое и начинаем тесто вымешивать руками если потребуется добавляем муку тесто у нас должно быть не сильно крутое но и сильно жидкое такой средней кассис консистенции вымешивать на достаточно долго минимум минут пять чтобы она стала хорошо эластичная хорошенько вымешанное тесто сволочь сворачиваем вот такой вот колобочек накрываем пищевой пленкой и ставим подходить где-то при температуре хотя бы градусов 30 на час оставляем его вот так вот накрытая пленочкой в тепле пусть она у нас подходит тесто подошло можно сформировать наши помпушечки помпушечки хрюшечки будут смазываем руки маселцем обминаем тесто красота какая может колобка лучше испечем с чесночком чтоб он пел нам я от бабушки ушел я от дедушки ушел сформировав вот такую вот колбасу отщипываем порционные кусочки и формируем помпушки после того как все помпушки налеплены на дно подготовленной заранее формы для запекания в нашем случае сковорода без ручки укладываем пергамент смазываем его растительным маслом и достаточно плотненько друг дружке а так вот выкладываем помпушки помпушки лежат вот плотно к друг дружке в общем целое стихотворение получилось оставляем помпухи еще на 10 минут в теплом месте чтобы они немножко подошли в это время разогреваем духовку до температуры 180 градусов естественно мы приготовили яичко ну просто взбили так легонечко вилочкой яичко для того чтобы потом помпушки смазывать во время запекания чтобы сформировать красивую золотистую кору через 10 минут смажем помпушки разболтанным яичком и отправляем в духовку запекаться на 20 минут при температуре как я уже говорил 180 градусов через 20 минут наши помпухи готовы извлекаем их из духовки какая красотуленька получилась и пока они остывают приготовим соус да да к помпушкам нужен соус друзья чесночок раздавим с помощью чеснокодавилки добавим туда мелко порезанный укроп соли надо пробовать по вкусу чтобы подливка не было сильно соленая все это дело хорошенько переминаем и перемешиваем добавляем чуть-чуть кипяченой водички и ложечек 5 растительного масла еще раз хорошенько перемешиваем и вуаля подливка или соус для наших помпух готов друзья это настолько вкусно а кушать как хочется в общем сейчас доваривается борщ и будем все пробовать через 40 минут отправляем в бульончик фасоль и варим еще 20 минут продолжаем варить на медленном огне так чтобы он чуть-чуть кипел пока варится фасоль подготовим остальные овощи лук нарежем кубиками примерно например на по сантиметру может чуть меньше лучок нарезан теперь половину буряка режем соломкой а вторую половину режем на крупную терку соломка должна быть размером где-то 5 на 5 миллиметров и длиной сейчас лариса покажет длиной грубо говоря во всю длину буряка бурячок порезан отправляем его какую-нибудь посудину и теперь одну морковку точно также режем соломкой а вторую естественно натираем на терке сейчас убежит морковка вырастут пушистые нарезали морковочку отправляем ее в бурячку вместе им будет веселей наверное но не подерутся так точно теперь приступим к самому неприятному этапу нам надо мелко нашим нашим ковать капусту вот таким вот образом после того как нашим ковали капусточку а где кочерыжка моя ну погрызть чтобы зубки не болели спасибо приступим картофанчику размер картошки в борще но это тоже дело на любителя лариса режет вот такими вот небольшими кубиками где-то по полтора два сантиметра если любите большие куски гор картошки можно порезать побольше но мне кажется что это не лучший вариант лучше все таки вот так вот помельче нарезали весь картофанчик и перемещаем его обратно в водичку не забываем что нас ну на воздухе просто если оставить картошку она очень быстро крахмал вернее содержащийся в картошке очень быстро потемнеет и испортит нам вид борща практически все приготовления за исключением того что теперь натираем половинку бурячка и оставшуюся морковку на крупную терку порезанный буряк и морковку и лавровый листик как оказалось отправляем в наш борщ будем его называть уже не бульон а борщ перемешиваем и оставляем вариться на 10 минут а в это время приготовим зажарку на разогретую сковородку наливаем немножко растительного масла и обжариваем лук до золотистого цвета вот я люблю все обжаривать до золотистого цвета займет эта процедура минут пять после того как лучок обжарен добавляем зажарку морковочку и обжариваем еще несколько минут через две минутки добавим сюда же буряк ну или тертую свеклу как кому больше нравится и еще две минутки обжариваем помешиваем теперь добавим в обжар и зажарочку паломничек бульона естественно из нашего готовящегося борща уменьшаем огонь до минимума накрываем крышкой и оставляем тушиться на 10 минут через 10 минут снимаем крышечку с нашей зажарки и прожариваем ее пару минут чтобы вся водичка хорошенько выпарилась пока зажарочка выпаривается отправляем наш борщ картошку картошка пусть поварится где-то 15 минут в борще а мы закончим наши действия с зажаркой томатную пасту отправляем и аджичку все хорошенько перемешиваем и прожариваем еще несколько минут через 15 минут отправляем в борщ капусту и перемешаем естественно и с капустой варим еще 10 минут ой какой хороший борщик получится и кушать уже хочется добавим готовую зажарку в наш борщик друзья как он пахнет вкусно это вообще хорошенько перемешиваем и на этом этапе нужно посолить солим по вкусу то есть борщ уже практически готов его можно совершенно спокойно пробовать поэтому солим так сказать методом научного как сказать просто просто по вкусу то есть посолили хорошенько размешали попробовали если надо досолить то досаливаем еще такой нюанс допустим кто-то не любит очень кислый борщ мы добавляли томатную пасту она могла дать кислинку на этом же этапе можно добавить немножко сахарку буквально там пол ложечки чтобы борщик получился сладковатый но это опять же таки друзья на ваш вкус оставляем так его томиться на медленном огне еще в течение 20 минут ну что ж друзья есть такая хорошая поговорка любите вчерашний борщ приходите завтра на самом деле борщ действительно вкуснее всего через сутки после того как он настоится но сутки ждать не могу будем пробовать борщ подается традиционно со сметаной сметану можно подавать в отдельной какой-нибудь розеточке а можно прям вот так вот борщ насыпать ее теперь пампушки пампушки можно подавать отдельно соус можно сразу же полить соусом но мне это не очень нравится потому что они размокают поэтому вот так вот берем поливаем пампушечку вкусненьким соусом ну что друзья попробуем борщик ну скажу вам я то знаю этот борщ ларисан борщ самый лучший борщ в мире закусим пампушечкой сочетание вкуса с добной булочки с чесночной подливкой и с борщиком это нечто это вкус украины друзья я его обожаю если честно побожечка просто прелесть хочу еще мяско попробовать мяско вот очень хорошо приготовлено то есть она реально разваливается оно разваливается я люблю такое мяско в борщике и на вкус просто тает во рту ну больше у нас удался очень вкусно очень многие подписчики просили чтобы мы приготовили украинский борщ вот пожалуйста с удовольствием делимся с вами рецептом нашего фирменного борща ну как я уже говорил сколько хозяек столько и рецептов борщей попробуйте приготовить по нашему рецепту очень надеюсь что вам понравится ну и надеюсь вам было интересно посмотреть это видео друзья подписывайтесь на наш канал чтобы ничего не пропустить оставайтесь с нами а мы с ларисой будем снимать для вас новые интересные рецепты всего доброго пока пока пока